Если бы каждый из нас творил не свою волю, а самим весом, тогда бы, конечно, наша внутренняя жизнь и даже тех людей, которые с нами взаимодействуют, она бы изменилась. Но, к сожалению, мы часто творим свою волю, а наша воля, в силу того, что каждый из нас поражен страстями, она весьма несовершенна, и поэтому бывает результат далеко от совершенства, а часто просто печальный. Когда воля человеческая совпадает с волей Божией, возникает удивительная такая гармония, о которой апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Большинство вопросов обращено к священнику, а еще говорят, а можно, а можно, а можно, можно ответить словами апостола Павла. Все позволено. Что полезно? Полезно именно с точки зрения духовной, с точки зрения спасения души. И поэтому каждый раз, когда мы задаем такой вопрос, нужно задать его самому себе. А полезно ли это для моей души? И в зависимости от этого ответа, который Бог тоже вложит нам в душу, нам нужно и поступать. Никто не ищи своего, но каждые пользы другого. Потому что если будешь своего искать, будь своя воля. Большинство людей, они смотрят, как ему выгодно. Батюшка благословит. И не смотрят, выгодно это батюшке или нет. Может быть у него руки заняты. Это не важно. Пусть он в лужу все ставит, но благословит. Почему? Потому что мне. А ты прикинь. Ты хочешь пользу себе? Ты не получишь. Почему? А потому что ты это сделал за счет другого. Вот даже в таком пустяке. Потому что когда ты ищешь только пользу себе, духовное не происходит. Духовное происходит только тогда, когда ты жертвуешь. Когда тебе ни во что это не встает, это все мимо денег. Зря только отвлекаешься. Время тратишь. Все, что продается на рынке, ешьте без всякого исследования. Для спокойствия в совести. Не разбирая. Что тут что. Богом благословлено все. Нечистых видов нет пищи. Если кто говорит, что это не чисто, в постановлениях апостольских сказано, тому анафигу. Кто считает какие-то виды пищи нечистыми. Ибо Господь не земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы заходите пойти, то все предлагаю вам, ешьте без всякого исследования. Да и спокойствия в совести. Каждый раз проблема. Вот неверный священник позвал, там будет еда всякая. Что делать? Почему у нас, так сказать, голова кружится? Потому что мы не знаем священную пищу. Апостоль говорит, ешь без всякого сомнения. Все, что тебе дадут. Ну, не пользуйся, конечно, что на халяву теперь можно объесться во время поста. Но ешь все, что тебе дадут, и будь спокойным. Если хочешь попаститься, завтра. Хлеб, вода. Послезавтра хлеб без воды. И попастись. Никто тебя не осудит. Раз уж случай пришел, пойти к неверующему в гости. Для него что пост, что не пост. Но это не значит, что ты должен быть. Вот пост, не могу. Как был такой случай в одном монастыре. Монахи пришли. И, конечно, их угощают, как странников. И подают там вареную какую-то пищу. А один говорит, ой, да мы вареного не едим. Ток сырое. А старший ему говорит, лучше бы ты кровавого мяса съел, чем сказать, что ты сказал. Почему? Да потому что хуже нет, когда человек говорит о том, как он постится. Тем самым выказывая свои подвиги. Потому что для Бога все равно вареное ты, жареное, свинину со шкварками, или поливаешь лимонным соком. Но духовная жизнь это не отражается. Вот в чем дело. А превозношение тут явно налицо. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, или непостное, то не ешьте ради того, кто объявил вам. И ради совести. Чтобы него не смущать. Это не постное. А, не постное, тогда не будем. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою. Моя цель спокойный. Я поступаю по апостольскому повелению. А другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Я свободен человек. Могу мясо слона есть, могу медведя. Это не играет никакой роли. Вообще никого не касается. Но раз он смущается, если я с благоговением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так и я угождаю. Всем во всем еще не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот. Нужно так всегда искать такой поступок, который больше всего способствует. Спасение. Выбор. Все время выбор. Поэтому спрашивают, а можно? А можно и это? Вот ответ. Всегда исходить из пользы другого. В каком поступке больше любви по отношению к ближнему? Так и делай. В каком поступке меньше стяжания себе? Так и делай. Так и во всем. Очень просто. Все ломятся за святой водой, да? Что больше для спасения души? Уйти без воды? Или встать последним? Или лезть первым? Больше всего пользуя уйти. Остаться без воды? Хотя такого срода не бывает. Завтра придешь, возьмешь. Какие проблемы? Что давиться-то? Если уж так маловерен, но достойно, пока все отдавятся свои 15 минут, изругаются, вспотеют, через 15 минут никого народ не будет. Подойди, возьми. Но лучше остаться без воды, чем давиться. Совершенно очевидно. Нет, человек упорно делает все наоборот, чем сказано в Священном Бесе. Поэтому жизнь такая. Вместо нога на головах. Вот это надо нам обязательно почувствовать и по возможности изменить. Тогда что-то у нас такое серьезное произойдет. Господь увидит, что мы смиряемся. И, глядишь, и пошлет нам Толику благодати Духа Святого. Потому что он предупреждал. Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Ибо многие придут под именем моим, говоря, это я. И это время близко. Не ходите в возлед их. Действительно. Многие, как бы, от имени Бога, от имени Церкви, начинают что-то вещать. Особенно женский пол. По этому поводу апостол Павел сказал, нелепых и бабьих басен отвращайся. Поэтому, что бы женщина в Церкви не говорила, этого слушать никак нельзя. Это по духовной части ко мне. Потому что всего в мире женщин, докторов богословия, человек 10-15. И то все заграничные. У наших нет ни одной. Под никакую говорящую на русском языке можно абсолютно не слушать. Некоторые, правда, прибегают к старому испытанному способу. Спроси у женщины и сделай наоборот. Но тут может быть ошибка в градусе. Потому что, ну, можно наоборот поступить не на 180 градусов, а на 95. Но уж, по крайней мере, исходить в своей духовной жизни из того, что одна женщина сказала, вот Господь говорит, что это совершенно неправильно. Поэтому Он сказал, берегитесь от этого. Потому что Вами будет управлять не знание, но невежество. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо надлежит быть прежде этому. Но не тотчас конец. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения и места. И голоды, и моры, и ужасные явления, и великие знания. Вот Господь нас предупреждает, что будет предварять кончину века сего. А ужасаться нам не надо по двум причинам. Вообще ничего не надо бояться. Потому что все пугаются. то цифры, то каких-то обстоятельств, то каких-то пророчеств. Можете записать пророчества на все времена. А у кого нет с собой карандаша, сейчас я буду пророчествовать. Запомните. Во-первых, мы все скоро умрем. Так? А во-вторых, будет то, что будет. Запомните? И ничего мы в этом не изменим. Вот это главное, что стоит перед нами. И после смерти пойдем на суд Божий. Каждый в свое время. Это неизбежно. Вот есть две неизбежные вещи. И святые отцы древние заповедли нам, что бояться разрешается христианам только двух вещей. Бога и греха. Кто боится там? Колдуна, болезни, голода, каких-то испытаний. ННМ, МММ, БББ. Тот тяжко согрешает. Кто боится антихриста, кто боится умереть с голоду или там и прочее. Это есть грех. Потому что совершенная любовь, она изгоняет страх. У одного римского мальчика язычникам, когда он играл в мяч, подошел философ и спросил. Если ты узнаешь, что через час будет конец света, что ты будешь делать? Он сказал. И это пошло в аналог вообще философии. я буду продолжать играть в мяч. Молиться и на травке можно, но мы строим храмы. Храмы эти могут отнять в любой момент, потому что они не наши. Они перед нам в пользование. попользовались, скажут, и хватит, теперь конюшни будут. И ничего с этим никто не сделает. И завтра скажут, кто печать, налог не примет, каленок, железный, будут цифры ставить, пенсию не дадим. И 99, и 9 десятых процентов тех людей, которые ходят в церковь, стройными рядами пойдут ставить на лоб клеймо себе, добровольно. А вот сказали, что у кого дома зеркало есть, он может сам поставить, поставь себе сам. И он поставит. Что тут волноваться? Волноваться нечего. За 3 рубля человек удавится. У нас вот в храме одна женщина, помню, почти целый год хлопотала насчет прибавки пенсии. И дохлопотала. Ей прибавили 6 рублей. Вот она счастлива. Хотя, человек с высшим образованием и так это очень беспокоился. На 6 рублей можно, наверное, год жить. Мы все знаем, какая-то огромная сумма. 6 рублей. И вот год работы, хлопот, хождений, справок, нервотрепок, сиденья в очередях дали 6 рублей. Вот все. Больше ничего выжить не удалось. Так что вот многие из нас, они подвержены всяким фобиям, безумием. но ни в коем случае никто не заметил, что кто-то боялся Бога. И напрасно. Вот нужно бояться Бога и греха. Тогда на душе у нас будет покоя всегда и радость. Потому что Бог, он и в тюрьме, Бог, он и под водой, Бог, он и на луне, Бог, он и, так сказать, когда с парашюта или без будем падать с какого-то самолета, все орут, бегают, а, погибают, ты сидишь в креслице, Господи, твори свою святую волю. Надо мне будет шлепнуть об аэродром, а надо будет спланировать на воду. Это как бы не моя забота, а Божья. А помирать все равно отчего. Но помирать нужно в спокойствии духа. Не нужно поддаваться что мы теряем на этой земле. А что мы приобретаем? Мы приобретаем все. Мы приобретаем вечную жизнь вместе с Богом. И Господь нас хочет к этому подготовить. Помоги нам в этом. Господи.